Прогнозировать космическую погоду на мировом уровне именно на реализацию этого амбициозного проекта в ближайшие шесть лет направит усилия всех умов современности. Как говорят эксперты, сегодня для этого не хватает возможностей. Нужны новые наблюдения и для этого построят новые установки, которые и объединят под общим названием «Научная долина». Прогноз космической погоды – это как раз влияние тех негативных факторов, которые исходят от окружающей среды, от Солнца, на нашу техногенную сферу. Это системы космического базирования, это системы наземного базирования, связь, радиосвязь, это электросети. Реализовывать проект начали на территории Иркутской области и Бурятии. В целом создадут национальный гелиогеографический комплекс Российской академии наук. Он включит в себя семь объектов и будет уникален для России. Например, радиогелиограф, который не будет иметь аналогов в мире, также крупный солнечный телескоп, набор оптических инструментов, нагревной стенд и систему радаров. «Ну и нужно все это, собственно, стране в связи с планами страны по развитию космоса, по развитию арктических регионов. Фактически этот комплекс направлен на осознание, прогнозирование угроз, которые направлены на техносферу Земли из ближнего космоса. От солнечных событий до событий в магнитосфере, до событий в нижней атмосфере». А еще строительство научной долины даст дорогу молодым ученым-физикам. Для занятий наукой мирового уровня в Сибири штат национального комплекса увеличат вдвое до тысячи человек. Это будут высокопрофессиональные кадры, и их необходимо начать готовить уже сейчас. Яна Романова, Сергей Коваленков. Новости сейчас. Продолжение следует...